Ииии всем салам. На связи пополам, сегодня я сравню несколько пвп клиентов для майнкрафта, покажу как их скачать без лицензии и так далее. А в конце ролика вам надо будет решить, какой пвп клиент для вас лучший и написать об этом в комментарии. Все для скачки этих клиентов находится в моем тг канале, а также там конкурс, в котором вы можете получить тг премиум абсолютно бесплатно. Участвуйте, но играл я на сервере forcemine, айпи вы видите сейчас на экране, а также айпи будет в описании. Тут вчера прошел вайп, поэтому залетай и играй. Ну а мы приступаем. Ну и давайте прямо сейчас я вам покажу, как скачать Labemod 4 без лицензии. Для этого вам понадобится Tel Legacy, а также Labemod 4 Installer. И то и то вы сможете найти по ссылочке в описании. Открываем Labemod 4 Installer, здесь нажимаем старт, после этого соглашаемся с политикой и вот здесь нажимаем галочку. После этого нажимаем вот сюда вот, roaming, точка Tel Launcher, Legacy, Minecraft, Game. И вот сюда вот выбор папки. И снизу мы делаем абсолютно то же самое. После этого выбираем версию, на которой мы будем играть. Для меня лично это 1.16.5. Нажимаем здесь Find it и у нас начинается скачка. Ну и после этого открываем Sun Launcher. И вот здесь вот в списке версий у вас появится Labemod. Я здесь его скачиваю уже далеко не первый раз, поэтому выбирайте свою версию Labemod там что-то там. И нажимаете запустить. Ну а теперь мы заходим на сервер ForceMine и смотрим что есть в этом клиенте. Ну и в принципе нажимаем Escape и нажимаем на Labemod. Здесь у нас есть обычные настройки, дополнения, виджеты, персонаж и магазин. Но магазин нам не нужен, потому что как бы у нас пиратка. И нам нужно в принципе виджеты, дополнения и настройки. Здесь у нас сразу есть Motion Blur, мы можем его настроить. В принципе давайте мы это включим. И есть качество размытия, а также силы размытия. То есть это у вас когда вы вот так вот будете делать, то у вас будет все размыто. Ну довольно кстати круто. Кто за это шарит, это очень крутая тема. Также здесь есть продвинутый чат. Вы можете здесь абсолютно все настроить и сделать лимит количества строк. Косметика, эмоции, граффити, лутбоксы, ну это все не то. Скрывать татам бессмертия во второй руке, можно тоже включить, можно выключить, но это не особо кстати. Скрыв все имена это не надо, отображать собственное имя. Это в принципе хорошая тема, то есть когда вы будете вот так вот на F5, у вас будет писаться свой ник. Если что в ванильном Майнкрафте такого нет. Можно отображать флаг страны и в принципе сущности урон и хитбоксы. То есть я вам все показываю, что здесь есть, а вы уже настраиваете под себя. Можно выбрать тему оформления, можно сделать дефолтную. Это у нас выглядит вот так вот позорно. Либо же фэнси, то есть по современному. Ну и как бы так как мы в современном Майнкрафте, в современном мире у нас будет вот так вот. В принципе здесь у нас есть темный загрузочный экран, мы можем это включить. Навигация, прозрачный фон меню, размытие фона меню, улучшенное главное меню, фиксированные подсказки и улучшенные настройки внешнего вида. Можете все тут потыкать, посмотреть, это все очень прикольно, но нам надо еще в сетевая игра. Можно настроить классик ПОП, а также список серверов. Можно подтвердать отключение, то есть если вы вот так вот нажмете, то надо еще раз. То есть я так вот пэкаюсь, пэкаюсь и случайно могу нажать escape. И чтобы когда по экрану тыкал, не нажать, отключиться случайно и просвать сересы, там надо подтверждение. Но я думаю два раза вы точно уже не нажмете. Если вы нажмете даже два раза, ну вы реально какой-то олень. И также есть улучшенный список игроков. То есть есть цвет общего фона, цвет фона ячеек, отображать баннер сервера, процент пользователей лоббимод, отображать значки, отображать аватарки и также пинг. Вот пинг реально это прикольная тема. То есть вы можете включить, отображать точный пинг и теперь вы увидите точный пинг каждого игрока. Но в горячих клавишах особо ничего прикольного нет. Затем мы заходим в виджеты, здесь есть очень много всего интересного. И вы можете все настроить под себя. FPS, координаты, угол поворота, память и очень-очень много всего. Ну и давайте я сейчас в принципе себе что-то настрою под свою грифтематику и мы посмотрим что у меня вышло. Вы можете просто кликнуть и оно уже устанавливается. Ну а чтобы удалить или настроить, вы можете просто нажать ПКМ. Примерно вот так вот я себе все это сделал, это для каждого на свой вкус и цвет. Ну а также зайдем в дополнение. В самом клиенте здесь вы можете скачать себе дополнительные самопопулярные моды. К примеру Fullbright, Damage Indicator, Item Physics, TideT Timer. Ну и в принципе лоббимод это очень хороший ПВП клиент, который ждет мало FPS с хорошей оптимизацией, а также настройка для каждого. Ну и у вас возникает вопрос, как же скачать лунар клиент без лицензии? И это максимально просто. Для этого вам понадобится сам лунар клиент, если что скачать его сможете по ссылочке в описании также. И просто его надо открыть. А также вот такой вот блокнотик, accounts.txt. Мы его открываем и здесь, там где написано ник, вам надо ввести свой игровой ник. Далее мы заходим на сайт name.mc и здесь вот ищем любой понравившийся вам скин. К примеру пусть это будет вот этот скин. Снизу мы выбираем любого пользователя с этим скином и копируем его UID. После этого заходим опять в блокнотик и там где написано 206 и так далее, что-то там, мы просто вставляем этот UID. После этого мы это все дело сохраняем. После этого мы нажимаем WinR и пишем тут лунар клиент. Заходим здесь в settings, game и здесь у нас есть accounts.john. Мы этот файл удаляем и вместо него перекидываем сюда вот этот файл и переименовываем его в .json, потому что .txt тут не подходит. Нажимаем да и все, теперь просто это все закрываем и запускаем лунар. Здесь вы можете выбрать любую себе удобную версию, но желательно 1.17 и выше, потому что на 1.16 не работает чат. Ну и нажимаем launch game. Ну и я уже нахожусь лунар клиенте и как вы видите здесь работает мультиплеер. И в принципе заходим на сервер. Ну и в принципе вот так вот круто выглядит этот мод. Это все что я могу о нем сказать. Ну я больше ничего не знаю. Ладно, давайте я вам покажу. Нажимаем правый shift и в принципе здесь вкладка mods. Здесь у нас есть моды, также у нас есть здесь settings. И это я вам сейчас все буду показывать, что я знаю. Во-первых в самом клиенте есть replay mod встроенный, потом показатель FPS. Если что, это вот это. После этого сколько вы кпс там кликаете. Вот эта штука показывает, что я делаю. Я вот сейчас побегу и она покажет мне вот здесь вот за миникартой. Надо ее немного только подвинуть. Она мне показывает, то есть я бегу. Статус брони, то есть у вас здесь показывается насколько у вас все прочное. Keystrokes это то, что вы вот здесь вот нажимаете. То есть вот я сейчас нажимаю и это все отображается на экране. Координаты это показывается сверху координаты. Potion effects это эффекты, то есть вы можете даже не нажимать на инвентарь. И у вас все равно здесь будет показывать срок эффектов. Direction hot это такая тема, то есть показывает куда я вообще смотрю. Ну это если у вас как бы вы не знаете, что такое компас. В принципе можете использовать. Scoreboard это вы можете просто отключить Scoreboard, если хотите скрыть информацию о себе. Пинг это вы будете видеть свой правдивый пинг прямо в эту секунду. Но если что, тут еще самому надо будет его в настройках включить. И вот здесь у нас он отображается. Motion blur это очень хорошая тема. К примеру, оно у меня стоит на троечке. Это когда вы так вот делаете, у вас стоит намного все плавнее. Если что, это все настраивается под ваш монитор. Смотря сколько у вас герц в мониторе. И вообще какой у вас крутой монитор или какой-то типа ну ховно. Чат включаете, он у вас будет более проработанный, а также красивый. HitColor также, кстати, я пропустил эту тему. Это когда вы будете ударять игрока, у вас будет подсвечиваться игрок каким-либо цветом. Какой вы укажете здесь. И так вы будете понимать, прошел удар или нет. NameText это такая тема. То есть вы ставите тут в настройках, к примеру, на свой никнейм, ну слово lowfire. И когда мой ник будет писать в чате, то мне это будет высвечиваться красным цветом. Поэтому если вдруг вас упомянут в чате, вы обязательно об этом узнаете. Shulker Preview это такая тема. То есть на аукционе у него смотрит Shulker и сразу показывается, что в нем есть. Ну если вы играете на 1.8, Part2Changer он вам очень сильно поможет. То есть вы сможете для себя это все настроить. Но это все надо очень долго делать. Поэтому на 1.65, ну на 1.17.1 в данном случае, то вам это не особо понадобится. Но если вы играете на 1.8, вы можете все под себя настроить, побаловаться с этим и так далее. После этого Server Address это если что показывается адрес сервера, на котором вы играете. Saturation это более проработанный вариант показа вашей сытости. Item Physics это когда вы будете в принципе, вот какой-то предмет вы выкинете, давайте к примеру ведро лавы. Он у вас вот так вот прикольно реалистично выкинется. TNT Countdown это когда вот к примеру давайте мы сейчас возьмем TNTшку, именно динамит. Вот так вот делаем, после этого поджигаем и показывает через сколько он взорвется. Приншот Uploader это когда вот примерно за скриньте какую-то область. Вот мы вот так вот скриним и тут можно открыть, можно скопировать, можно как бы это все проработать. Это тоже очень хорошая тема, можно выделить отдельное пространство для скрина. Boss Bar это то, что у вас вот так вот сверху, можете это включить, можете это отключить. Перелог это такая тема, то есть к примеру вот так вот ходите, нажимаете Alt и вы видите как бы куда вы идете. И это очень крутая тема, к примеру за вами какой-то алмазник идет и вы просто можете увидеть, что он сзади делает даже не оборачиваясь. Меню Blur это у вас становится более красивая менюшка. Minimap это вот мини карта. Это у нас Full Bright, то есть к примеру вы можете сделать, это как гамма работает, то есть к примеру вы закопаетесь куда-то вот сюда, у вас все равно будет все светлое. Ну и Хорстетс, честно, я вообще в душе не чую, что такое эти лошади, что это вообще, ну короче можете включить, чтоб было. Ну и также каждый мод вы можете нажать на правый shift и все тут переместить, как вам будет удобнее. Ну в настройках это больше относится к косметике, то есть это все относится к косметике и особо вам это не понадобится, если вы не будете сюда донатить. Но если вы даже не можете лицензию себе купить, я не думаю то, что вы будете что-то покупать себе в Lunar Client. Ну а для того, чтобы нам скачать Badlion Client без лицензии, нам понадобится сам Badlion Client, а также T-Launcher. Также для этого вам понадобится вот такой вот файл, если что, ссылочка на него будет также в описании, здесь у нас есть Badlion Lib, Badlion Client, а также вторая папка. Вам надо открыть T-Launcher, после этого вам надо нажать на вот эту вот папочку, и у нас открывается .minecraft. Здесь вот мы открываем Badlion Lib, и вот эти три файлика закидываем вот сюда. После этого мы заходим здесь вот в Libraries, и вот эти два файла закидываем тоже вот сюда. Ну а потом заходим в .minecraft, здесь Versions, и открываем вот здесь Badlion Client, и вот этот файл закидываем вот сюда. После этого все это можно закрыть. Ну и теперь нам осталось только нажать на вот эту стрелку, и у нас уже есть Badlion. Ну а чтобы он работал, нам надо зайти в настройки, после этого изменить обзор, и здесь вот выбрать вот это. После этого вот здесь вот мы все снизу стираем, и вставляем вот этот текст. Если что, он тоже будет в Телеграме. Ну и нажимаем сохранить, после этого мы это все закрываем, и выбираем вот эту джаву. После этого сохранить, и теперь можно спокойно заходить в игру. Ну и я уже в игре, и давайте мы сейчас начнем разбираться, что вообще есть в этом PowerPoint клиенте. Чтобы открыть меню настроек, нам надо нажать правый Shift также, и здесь вот есть очень много разных функций. И давайте я сейчас помогу вам их настроить для оптимизированной игры. Анимации мы сразу включаем, потом Armour Status, это я думаю вы тоже знаете. Auto GG, это если вы будете побеждать, автоматически будет писать GG в чат. Потом автотекст можно, то есть, ну это все надо настраивать. AutoTip, это подсказки в принципе, можете включить, можете выключить, ну как хотите. Boss Bar вы можете включить, можете отключить, ну лучше включить. KPS, это у вас будет показываться на экране KPS, это потом можно будет переместить. Есть также чат улучшенный, тоже это включаете. Clan Wars, это особо не понадобится, если вы не играете на Hypixel. Можете удалить вводу, как хотите, то есть, Clock это время, то есть, какое сейчас время. Потом Combo Counter, это сколько вы нанесли комбо. Пока что мы это все вынесем на экран, но после этого мы будем это все перемещать. Координаты тоже включайте, Crosshair это ваш прицел, можете включить, можете выключить, но мне как бы с моим удобно. Direction, это в общем сверху будет показываться вообще, то есть, с компасом такая же тема, как Lunaria. Enchant Glint, это в принципе будет какой-то улучшенный блеск, когда вы будете что-то чаровать. Но я думаю, это вам особо не понадобится. Fove, Changer, это вы можете настроить, типа свой Fove. Но это можно сделать и так, настройка FPS на экране можно отображать. Потом Full Bright, это тоже вы знаете. Hit Color, это мы уже раньше, то есть, говорили, поэтому ролик надо смотреть полностью. Hitboxes, это вы можете настроить, типа Hitbox игроков, вот этих, ну не игроков, вообще любых сущностей. Eventory Blur, это вот такая тема, короче, вот, откроем инвентарь и у вас все прозрачное. Item Counter, это счетчик предметов, то есть, у вас будет показываться, сколько у вас предметов. Item Info, это будет показываться, что за предмет. Это физика предметов, это, в принципе, то, что вы нажимаете. Это что-то связано с маучиной, но ничего не понимая, на самом деле. Memory, это, в принципе, сколько у вас используется, это вам не понадобится. Тем более, это вам даже улучшит тем, что вы не позвольте со своим тостером перед вашими друзьями. То, что у вас Minecraft 100% системы тянет. Мини-карту можете включить, это просто сейчас мы все сделаем, все будет нормально. Mumble Link, это... Честно, хер знает, что это, ну, короче, не надо этого. Particle, нормальная тема, можете включить, то есть, если вы играть будете на 1.8, какие-то Bedwars, Skywars, это вам очень сильно поможет. Перспектив, честно, хрен знает, что это, но что-то с градусами, определенно. Pink, вырубайте, тоже будете смотреть свой Pink Potion, статус, вырубайте, Protection, вырубайте. Также есть Replay Mode, как и в Lunaria встроенный, то есть, это тоже хорошая тема, можете включить. Это Сытость, схематика, в душе не чую, что это, Скорборд вырубайте, сервер адрес вырубайте. Шини-под, что-то опять с блеском связано, честно, в душе не чую, но, короче, от души советую вам. Stopwatch, это секунды, определенно. Teamspeak, TimeChanger, хрен, что это значит. Timers тоже, Toggle Sneak, это уже было раньше у нас, то есть, только это было одной функцией, это две, ну, можете, в принципе, включить. Ну, и как-то вот так вот это все выглядит. Простите, зачем мне столько всего, я сам не знаю. Ну, в принципе, хотя бы вам показал. Это не обязательно все это вам включать, но я просто включил, чтобы всем было понятно, что за что отвечают. Далее мы можем зайти в графику, здесь можно сделать FPS Boot, то есть, чтобы у вас был больше FPS, тут можно все под себя настроить. То есть, с этим надо всем баловаться. В принципе, Insider, это, ну, такая не особо важная тема, и Other, это, то есть, можете чисто косметику настроить. Ну, и если этот клиент вам понравился, напишите об этом в комментарии.